Музыка Наше братство евангельских христиан-баптистов недавно вступило во второй век своего существования. До Октябрьской революции евангельские христиане-баптисты царскими законами рассматривались как одна из многочисленных сект нашей страны. После Октябрьской революции Ленинским декретом об отделении церкви от государства евангельские христиане были уравнены в нашей стране со всеми церквами и религиозными объединениями. Надо сказать, что общины евангельских христиан-баптистов имеются в настоящее время по всему пространству нашей необъятной страны. И на севере, и на юге, и на западе, и на востоке, и всюду, в церквах больших и малых, и совсем малых, Евангелие проповедуется свободно и беспрепятственно. «Наше евангельско-баптистское братство многонациональное. В нем русские, украинцы, белорусы, немцы, латыши, эстонцы, грузины, осетины, молдаване, чуваши, коми и верующие других национальностей нашей страны, имеющие возможность проповедовать Евангелие на своем родном языке. Во времена цилизма евангельские христиане и баптисты подвергались различным притеснениям, а теперь они являются равноправными гражданами нашей страны. Это праздничное богослужение Харьковской общины по случаю Рождества Христова. На кафедре старший пресвитер брат Шаповалов. Дорогие сестры, всех я вас поздравляю с праздником Рождества Христова. И для нашего назидания прочитаю Евангелие от Луки, 2 глава, 10 стих. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Она радость мудреца. Ни костры, ни терзание зверями, ни перепиливание пилами не могли отнять у первых христиан этой радости. Она великая, потому что она дает мир. Как много людей желали бы иметь мир в своей душе, и не могут иметь только Иисус Христос. Дает мир. Слава Ему! Аминь! Аминь! В Москве, недалеко от центра, находится Московская церковь Евангельских христиан-баптистов. Здесь же Всесоюзный Совет Евангельских христиан-баптистов СССР. Духовный центр братства, выбираемый верующими на съездах. Он осуществляет свою деятельность на демократических началах. Все вопросы решаются коллегиально, а вопросов много и духовных, и финансово-хозяйственных, и организационных. Большую помощь общинам оказывает наш журнал «Братский вестник». В нем печатаются и духовные статьи, и статьи об истории христианства. Много мест отходятся острым проблемам современности. Постоянно ведется раздел вести из общин. Сюда пишут из многих городов и сел. Верующие сообщают о жизни общин, радостном проведении религиозных праздников, торжественных и обычных богослужений. Журнал издается уже 25 лет. Недавно из печати массовым тиражом вышли новый сборник духовных песен и четвертый издание Библии. Мы стремимся к тому, чтобы наши богослужения были глубокими и назидательными. Поэтому особое внимание уделяем библейским курсам по подготовке пресвитеров, где сто наших братьев изучают богословские предметы. Прошу вас, вопрос по догматике. Душа создана для вечной жизни. Человек, он обязан и должен искать своего Господа и Спасителя. Как блудный сын говорит, встану и пойду к дорогому отцу и скажу. Отче, я тяжко виновен пред тобою, прости. Следующее, душа получает возрождение. Возрождение – это таинственное действие. Духа Божия – сердце человека. Это не изменение внешнего человека. Это не самоусовершенствование. Это не усовершенствование. А это рождение свыше. Душа становится сыном или дочерью Божией. Все это исходит от Господа. Пожалуйста, следующее, о пастырском служении. Самая главная особенность пастырского служения – это любовь к своей паствуе. Не превозношение, а унижение перед своей паствой. Потому что тот, который знает нужды своей паствуе, может снизойти к ним, перечувствовать те нужды. Только тот может помочь своей паствуе. Что вы можете сказать о музыке? Музыка имеет величайшее значение в служении народу Божьему. Музыка делает сердце человеческое открытым. Музыка делает человека, настраивает его все мысли, чувства, для того, чтобы он именно понял вот эти истины, которые передает проповедник. Каждый пресвитер должен обладать пастырским сердцем. Сегодня рукополагается в пресвитеры брат Виктор Кригер, проповедник немецкой национальности, представитель Минонитов во Всесоюзном Совете евангельских христиан-баптистов. Братья по вере нашли его достойным этого служения. И сейчас в знак всего того, что мы слышали, и того, что Господь поболевает нам, нами будет совершена молитва. Склонит в колено брат Виктор Кригер. Мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я приношу Тебе сердечную благодарность в этот час. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты во всех предприятиях жизни моей принимал участие, что Ты, Господи, ввел меня по путям Твоим. Помоги мне и впредь, во все дни жизни моей следовать за Тобой. Даруй, любящий Господь, чтобы служение мое было на радость народу Твоему и во славу имени Твоего Святого. Господи, принимая это служение, я не нахожу в себе силы для этого труда. Но я прошу Тебя, Господи, не труда для силы, но силы для этого труда, Господи. Услышь эту молитву и благослови. Аминь. Наши братства объединяет в себе несколько духовных учений. Баптистов, евангельских христиан, христиан евангельской веры, Менонитов. Есть в Узбекистане поселок Джетесай. Здесь живут немцы, граждане СССР, далекие потомки тех немцев-менонитов, которые поселились в России около двухсот лет назад. Сохранив веру отцов, немцы-менониты вошли в состав церкви евангельских христиан-баптистов. Обычное воскресное богослужение. Ангел Господень сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И тебе сегодня говорит Господь, дорогой слушатель, это же самое, встань и ешь. Слово, посланное от Него, дает нам силы на трудном жизненном пути. Ленинград. Горовой культуры. Город-памятник. Город-музей, воспетый великими художниками. Город-герой, прошедший через все испытания прошлой войны, потерявший в битве за свободу около миллиона своих защитников и горожан. Огонь и металл не щадили ни атеиста, ни верующего, но для всех святым долгом была защита Родины. Брат Иона Алексеев, ветеран войны, сейчас он примерный труженик. Восхищай окружающих своим трудом, где бы ты ни работал и что бы ты ни делал. Евангельские христиане-баптисты первейшей своей гражданской обязанностью считают добросовестный труд. Проповедник Ленинградской церкви Петр Михальчук, старшина запаса советской армии, отличный мастер по изготовлению спортивных изделий. Это наша церковь. Торжественное собрание воспоминания смерти Иисуса Христа. Вечеря Господня. Благослови, Господи, этот хлеб и всех участников в нем. Аминь. Хлебопреломление совершает тресвитер церкви брат Фадюхин. Торжественное собрание Так же и чашу после вечери. Взяв чашу, он призвал благословение Отца Небесного на нее и сказал, «Сия чаши есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Господи, мы просим Тебя, благослови чашу с вином. Да будет это все во славу Твоего Святого и Великого имени. Аминь. 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 радостный день для всего нашего братства. Будь сегодня в центре всех наших заседаний. Дай Господи прославить Тебя в сыне Твоем Иисусе Христе. Аминь. Съезд приветствовали пресс-витер Московской Церкви брат Михаил Житков, генеральный секретарь Европейской Баптистской Федерации брат Гулдинг, представитель Союза Баптистов Венгрии брат Лошковский, от Союза Баптистов Польши брат Станкевич, от Объединенной Евангельской Церкви в Польше брат Кракевич, представитель Союза Баптистов ГДР брат Фурман, от Московской общины Адвентистов седьмого дня брат Лекаренко. Съезд послал телеграмму председателю Совета Министров СССР Алексею Николаевичу Косыгину, в которой единодушно выразил признательность советскому правительству за дальнейшее развитие принципов свободы совести, осуществляемых в нашей стране. Я выхожу на людские глаза уже много лет и все же перед такой аудиторией волнуюсь. Наш теперешний съезд, съезд 69 года, является сороковым съездом нашего братства. Наше евангельско-баптистское движение характеризует за рубежом, как движение сугубо пиетистского характера. Пиетизм, в смысле глубокого благочестия, великое дело, но если он ведет к замыканию нас верующих в своих ячейках и к бегству от мира, от всех трудностей и переживаемых, то мы перестаем тогда быть светом для мира и солью для земли, к чему призывает нас сам Христос. За сто лет существования нашего евангельско-баптистского движения. Мы не найдем такого периода, когда бы наше братство имело такие широкие связи с зарубежными христианскими организациями, какие оно имеет в настоящее время. В них принимают участие представители разных христианских церквей. Мы все должны знать, что есть немало православных и католиков с истинно христианским сердцем. Вот почему мы не должны чуждаться экуменического движения. Ценность современного экуменического движения заключается еще и в том, что христианство склоняется над многочисленными ранами человечества и ищет способов их врачевания. Если христиане отвернутся от слез, которые льются на земле, то какова будет цена всем их проповедям о любви? Хорошо, что экуменическое движение не только проповедует любовь, но и оказывает ее страждущему миру на деле. Прогресс науки и техники в сегодняшнем мире идет семимирными шагами вперед. И это, конечно, радует всех друзей культуры и прогресса, но ни на одну минуту нельзя забывать, что наряду с быстрым развитием науки и техники с такой же быстротой идет прогресс военной науки и техники. И вот почему забота о мире для всего человечества должна быть заботой всех христиан мира. Молитвы об успехе проповеди Евангелия в мире и молитвы о мире для всего мира делают молитвы христиан глобальными молитвами, то есть молитвами, объемлющими весь земной шар. Молитвам за всех человеков, да сохранит Господь человечество от возникновения мирового пожара в какой бы то ни было части света. Доклад брата Тимченко был посвящен вопросу единства. Христос в своей молитве о единстве сказал, да будут все едино, как ты отчего мне и я в тебе, да уверует мир, что ты послал меня. Нарушение единства во Христе самое печальное явление в жизни христиан и церквей всех времен и веков. Это камень собран. Молитвы всех христиан и церквей наше братство о единстве, да не умолкнут на алтаре наших сердец, нашей любви друг к другу и взаимного снисхождения. Нет никаких оснований для существующего разделения в братстве и только заблуждения отделившихся мешают нам достигнуть единства. Эти мысли поддержали многие братья, в том числе и брат Майборода. Так я ждал этого съезда, братья и сестры, чтобы исповедать вину свою пред вами и просить у вас прощение за соделанную такую обиду по отношению к вам. Прошу вас, простите меня. Объединение для нас... Три года назад на прошлом съезде он выступил противником примирения. Сейчас он осознал свою ошибку. Московская церковь отнеслась ко мне, как родная мать. И все братья впереди стоящие, они глазами любви на меня смотрят. Они так проникли в мое сердце, что я увидел истинную любовь, которая покрыла множество грехов моих и пороков. Да благословит нас, Господь, дорогие братья, заняться этим примирением, молиться о нем. Съезд прошел благословенно. Он принял важные документы, среди которых резолюции о единстве и послании съезда ко всему евангельско-баптистскому братству в СССР. После многочасового обсуждения каждой кандидатуры был избран новый состав Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов. Доверие было оказано и старейшим, и молодым братьям. ПЕСНЯ 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 Дальнейшая работа в Брасли пошла под знаком исполнения решения съезда, труд во имя единства. Труд проникновенного служения Христу в каждой церкви, на каждой кафедре, каждым братом и сестрой. Иди и проповедуй Евангелие не только словом, но и всей твоей жизнью. Твори добро и правду, и неси любовь и мир повсюду. Брат Осволь Тярк, первый пресвитер Таллинской церкви Оливисте, и второй пресвитер этой же церкви, брат Оскар Ольвик, несут верующим слова Истины, напоминают им о любви кови и ближним, и призывают всех христиан к единству и самой образцовой жизни в своей стране. Брат Осволь Таллинской церкви Истиhklikult võin ütelda, olen üle viiekümme aasta oma armsa Jeesuse Kristusega kandenud koos eluteel. Tema on olnud mulle, mu päästja, tema on olnud mulle ülimaks elujuliks ja tema on mu viime lootus, kui ma siit maapealt kord ära lähen. Selle pärast võin ma täna hommikul ütled ka, Kristus on mu elu ja surm on mu kasu aab. Сelle pärast võin ma täna hommikul ütled ka, Kristus on mu kasu aab. Сelle pärast võin ma täna hommikul ütled ka, Kristus on mu kasu aab. Pärast võin ma täna hommikul ütled ka, Kristus on mu kasu pärast võin ma täna hommikul ütled ka. И Televõi Kristus on muis ka, in teile kastõpärast võin ma täna hommikul ütled. Kõikul ütled kud võin ma täna hommikul ütled ka, Kristus on mui kudellisi. Kõikul ütled ka, jimkul ütled ka, kaj 있을im uut tõepärast või ka. Акт Крещения Акт Крещения Торжественное богослужение с крещением новых членов церкви. Акт Крещения Торжественное богослужение Акт Крещения Акт Крещения Торжественное богослужение Акт Крещения Акт Крещения Акт Крещения Акт Крещения Акт Крещения Акт Крещения